Приветствую вас, уважаемые зрители моего канала. Сегодня хочу поделиться с вами одним очень вкусным и быстрым рецептом приготовления свиных ребрышек. Для этого нам понадобятся ребрышки, лук, картофель и афганский казан. Больше ничего нам не надо. Такие ребрышки я сейчас порежу по две штучки. Картофель нам нужен средний. Если крупный картофель, то можно его разрезать пополам. Лук буду нарезать кружочками. Сейчас подготовлю наши ребрышки. Вот такими вот кусочками я их буду нарезать. Вот какая у нас грудинка хорошая. Ножи Самура режут как лезвие. Вот, посмотрите. Как видите, друзья, приобрел я новую торцевую доску. Ссылочка, где я приобрел, будет у меня в описании под видео. Человека, который изготавливает такие замечательные доски, можно найти в инстаграме. И называется «Наше древо». Вот, посмотрите, какие кусочки. Так, грудинку я подготовил. Теперь быстренько нарежем лук. Лук, как видите, нарезаю крупными вот такими вот кольцами. Нарезал лук. Подготовил картофель, который покрупнее, как видите, разрезал. Средненький оставил целиком. Теперь наши кольца лука вот так вот разделываем. И все укладываем в афганский казан. Но лук предварительно немножко подпассируем. Переместились к плите. Колечки нашего лука выкладываем в афганский казан. Потихоньку их вот так вот разбираем. И дадим немножко ему обжариться. После того, как увидели, что наш лук начал поджариваться, немножко поджелтел, выкладываем картофель. И сразу хочу заметить, лук я обжариваю не весь. Примерно одну луковицу я оставил, чтобы выложить сверху. И теперь берем и выкладываем нашу грудинку, наши ребрышки. Равномерно. Теперь берем столовую ложку соли. Хмели-сунели. Добавляем черного молотого перца. И немножко копченой, острой и сладкой паприки. Это чисто для запаха. Такой запах костра, копчености присутствовал в нашей картошке, грудинке. Теперь оставшийся лук укладываем сверху. Добавляем немного воды. Сейчас посмотрим примерно, насколько нам понадобится водички. Я думаю, две-три чашки максимум. Две с половиной чашки. Вполне будет достаточно. И закрываем наш афганский казан. Ждем примерно, я думаю, в течение 20 минут он у нас закипит, начнет вытравливать пар. И вот как только с клапанов пойдет свист, пар, засекаем время и где-то час будем тушить наши ребрышки с картофелем. После того, как наши клапана засвистели, делаем самый минимальный огонь. Засекаем ровно час и тушим наши ребрышки с картошечкой. Я считаю, часа будет вполне достаточно. Прошел ровно час. Выключаем полностью газ. И обязательно ждем, когда наш пар перестанет выходить с клапанов. Перед тем, как открывать афганский казан, обязательно убедитесь, что внутри нету давления, нету пара. Чтобы быстрее выпустить пар, можно подставить вот так вот ложку. и быстро выпускать пар, пока он перестанет свистеть. Проверим, чтобы весь пар полностью вышел. Как видите, пар больше нет. Теперь вскроем казан и посмотрим, что у нас там получилось. Аккуратно. Открываем. Вот какая там получилась вкуснотища, друзья. Ребрышки, картошечка, жирок. А какой аромат. Сейчас все выложу на тарелку, на блюдо. И попробуем, что у нас получилось. Посмотрите, дорогие зрители, что у нас получилось внутри в Казани. Какой запах. Ммм, какой аромат. Сейчас все выложу на тарелку. Попробуем. И я поделюсь с вами своими ощущениями. Это, конечно, друзья, не передать словами. Это надо самим взять, попробовать и приготовить. Я уверен на 99%, что вам это блюдо понравится. Такое вот аппетитное блюдо у нас получилось. Смотрите, как ребрышки замечательно разварились. Картошечка мягенькая. Очень-очень вкусное блюдо. Ну, а теперь, друзья, попробуем наши ребрышки, нашу картошечку. И попробуем передать вам словами этот вкус. Ребрышки получились очень мягенькие. Посмотрите, как все расползается. Ммм. Если кому-то нравится, поострей. Вон, картошка тоже, смотрите, как разваливается. Если кому-то нравится, поострей. Можно добавить приправки. Можно досолить. Но, как по мне, вкус бомба. Вот то, что надо. Без всякого перебора приправ, перебора соли. Очень вкусное. Очень мягенькое мясо. Мягенькая картошка. Рекомендую попробовать. Я уверен, вы останетесь довольны. На этом видео буду заканчивать. Всех благ вам, вашим близким. Оставайтесь на канале. Если еще не подписались, обязательно подпишитесь. До новых встреч. До новых встреч.